Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, я рад приветствовать вас на канале Бастион С. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать входную дверь, если вы живете в элитном жилом комплексе. Обязательно досмотрите это видео до конца, я расскажу обо всех параметрах, на которые стоит обратить внимание. Первый фактор, на который стоит обратить внимание, это взломостойкость. Хотя скажу сразу, не во всех жилищных комплексах это будет являться первоочередной задачей. Ведь внизу у вас может сидеть охрана, даже вооруженная охрана, с кнопкой вызова специальных служб и тому подобное. Но, я скажу сразу, что входная дверь в первую очередь просто психологически должна быть надежной для многих и защищать вас, я не знаю, просто, возможно, от хулиганов или соседа дебошира. Повторюсь, как и говорю всегда, что взломостойкая дверь подразумевает не только хорошие взломостойкие замки, но и саму металлоконструкцию. Должна быть толстая сталь от 3 мм, достаточное количество ребер жесткости, плюс замковый карман, плюс усиление, ну, сама дверная коробка должна быть усилена. Следующий фактор, это шумоизоляция. Но, сразу оговорюсь, что здесь, опять же, нужно знать, из чего сделаны ваши стены, куда будет ставиться дверь. Даже в самых дорогих и каких бы там не было жилищных комплексах, стена может быть сделана из обычного пеноблока. То есть, дом обложен, облицован очень красиво и хорошо, но сама несущая стена, так скажем, делается из пеноблока. А это значит, что показатели шумоизоляции будут достигать всего лишь 35 дБ. Если вы не планируете дома делать дополнительную шумоизоляцию и обшивать все стены, то смысл какой-то супер шумоизоляционной двери просто отпадает. Для того, чтобы узнать, какие параметры шумоизоляции входной двери должны быть, подпишитесь на наш канал, ведь скоро у нас выйдет ролик именно на эту тему, где подробно расскажем, какие бывают двери, какие бывают стены и как и на что влияют шумовые волны. Следующий параметр – это удобство использования. И вот здесь для каждого свое. Для кого-то, кто не доверяет электронике, это должны быть обычные механические замки, которые работают безотказно, бесшумно и так далее. Дверь должна легко и плавно открываться и закрываться, то есть, петельный блок у нее должен быть соответствующий. А для кого-то удобство – это возможность открыть дверь без ключа, то есть, с отпечатка пальца. Ведь сегодня технологии позволяют и это. Если нужна информация подробная про умные двери, то на нашем канале есть видеоролик именно про такую. Переходите по ссылке, там вы все увидите. Следующий параметр – это эстетика. Но скажу сразу, что в большинстве жилых комплексов именно управляющая компания диктует то, как должна выглядеть ваша дверь снаружи. Потому что все двери должны выглядеть одинаково. Но здесь вы можете быть спокойны, потому что у них работают свои дизайнеры, как правило, нормальные, и внешний вид у этих дверей достаточно красивый. А вот внутреннюю отделку двери вы можете выбрать уже сами. Если нужно, обратиться к нашему дизайнеру, который прорисует и воплотит в жизнь любые ваши ожидания. Всю контактную информацию вы найдете ниже в описании. И пятый пункт – это то, что вы не видите. Это материалы, которые используются для производства дверей. Я могу сказать из практики. Сейчас у нас происходит очень часто ситуация, что мы меняем двери таких вот там элитных, дорогих жилищных комплексов. Хотя застройщик вроде уже и позаботился об этом и покупал не самые дешевые двери туда, а довольно-таки дорогие, известных фирм. Но жильцов, к сожалению, эти двери не устраивают. Потому что они сделаны из тонкого металла, то есть не имеют жесткости конструкции, соответственно, нет нужного прилегания. У дверей будет плохая шумоизоляция. То есть стоят не самые лучшие варианты замков. Отделка, может быть, тоже не до конца устраивает. То есть, по сути, за двери заплатил и застройщик. То есть не стал ставить картонный, я думал, что он как бы угодит своим клиентам конечным. Поэтому качество материалов – это тоже очень важный фактор. Как я не устану говорить, в двери должно быть забалансировано все. И металлоконструкция, и шумоизоляция, и замки, и эстетический внешний вид. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, на что вы обращаете внимание при покупке входной двери. Ну и, конечно, не забывайте поставить лайк и подписаться. Ведь здесь мы рассказываем все о входных дверях. А с вами был Сергей на канале Bastion S. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok